Вопросы связаны с тем, что в городе нет ненормальной дорожной разметки, в городе нет ненормальных пешеходных переходов, в городе нет нормальной безбарьерной среды. Понятно, да? Опять же, можно сидеть и обсуждать в фейсбуке 1700 человек о том, что вот здесь сделать и пандус, а здесь сделать еще что-то. Нужно понять узловые точки первоочередные, где это надо сделать в первую почту. То есть, условно, у нас должна быть отработана некая технологическая карта. То есть, мы понимаем, что вот здесь, вот как я делал, допустим, во время избирательной кампании, хоть что-то в районе гериатрического бансиона, знаете, да, который находится, получается, на той стороне, если переезжать через Южный мост. То есть, там не было ни света, ни съездов, ни возможности проехать на остановку общественного транспорта, ничего. То есть, это была там просто катастрофа. То есть, есть такие вещи, которые нужно отрабатывать неочередно. И это должно выглядеть в виде какого-то, допустим, конкретного у нас плана, где мы понимаем, что мы делаем в первую очередь, что во вторую очередь встретить. Потому что все это рисовать, все это хорошо. Я с этим полностью согласен. Но вы прекрасно понимаете, сколько может стоить подобного рода проект, если его реализовать и переложить на деньги. Скажем так, мы цей проект разработали в рамках анонсованного, что с Лизнику сказали, что будем в процессе реконструировать, подавайте свои идеи. Мы, власне, всю идею подавляем. Отлично, отлично. То есть, я теперь ваши идеи как бы конкретизирую. Исходя из того, что вы должны знать планы по смыслу Боброва, и исходя из того, что вы должны знать планы по поводу сотрудничества с Укрзалезницей. Пожалуйста, большая просьба, все меня слышат или нет. То есть, есть вопросы, связанные с непосредственным обустройством, опять же, то, о чем я сказал, в рамках, к сожалению, ныне действующих ДБНов, островков безопасности, пешеходных переходов и прочих-прочих-прочих всяких вещей. Я хочу это видеть в каком-то систематизированном виде. А где можно взять чергою реконструкцию, чтобы иметь в нас... Я так понимаю, что Борис Абратович хочет, чтобы мы подумали эти моменты, и вы поделились... Да, да. Ну, вот, наоборот, сейчас эта улица, которая реконструкируется, можно перемить. Да, говорите, да. Задача следующая. То есть, придумать некое типовое решение, как мы делаем примеры перекресток. Что у нас на перекрестке? Обязательно, должен быть пандус для съезда заезды велосипеда. То есть, должна быть типовая схема, которую дальше можно применять. Лишь, должны быть там два-три типовых варианта. Т-образные перекрестки, крестообразные перекрестки, там, параллельные перекрестки. Ну, то есть, когда параллельные... Я заразумею. И дальше у нас получается стандартное решение, которое мы принимаем в том-либо, в ином случае. То есть, не надо уже выдумывать ничего. То есть, есть готовое решение, которое мы, в зависимости от того, какой у нас есть переверсток, и начинаем оттуда писать. Где у нас установленный сеток, где у нас кнопка вызова, допустим, зеленого света, где у нас съезд пешеходный, ну, сход пешеходный, где у нас велосипедный, для того, чтобы это не мешали друг другу пешеходы, там, и велосипедисты, если мы уже в этой истории начинаем двигаться. Ну, это должно быть, там, максимум, там, четыре варианта. Все. И дальше, и каждый вариант четко прописан, где его можно применять. И все. Смотрите, я понимаю, что, что вы говорите, это такой собий, так сказать, дизайн-код благоустроя, про планувание вуличного простору. Я, когда, в принципе, мене, секретарь, Игорь Альбертовича, и, когда написал, я сказал, что одна из задач того, что нужно сделать в ближнем часу, но, все правда, работа не швидко, это не делается за тиждень, за два, все, что нужно прокрацировать документы, промалювать это все, чтобы описать и создать в читабельном виде, что-то типа, не брошюри, а, может, альбом, где все эти моменты показать, дизайн-код. То есть, в основе, книжка, которую вы читали, проектирование в Университете в Университете, на основе этого, только за рукованием наших норм, за рукованием передового европейского досвяда, это все, в принципе, я могу это, в принципе, сделать, но это только в час. У нас в ближайшее время появится, так называемая, комиссия по благоустройству города, которая будет напрямую подчинена Борису Альбертовичу. Собственно, и задача вот этой комиссии, то есть, отслеживать, там, где-таки есть проблемные места, в том числе, вы и ваши пожелания должны обратиться к ней, да. Но тут самое главное, то есть, от здравого смысла двигаться, что если, там, к примеру, мы видим, что у нас идет, там, модернизация, там, трех-четырех улиц, значит, на этих улицах первая очередная, конечно же, нужно заканчивать картинку. То есть, сделали дорогу, поставили гидроспоруды, свои канализационные сливы, выдавили все броню, поставили новые светофоры на новые третения, не на старые ржавы. Да, вот это я расшифрую. Вот смотрите, вот, еще раз, ходили вы по городу, с Вячеславом Видеевичем, смотрели, как бы, условно, то, что у нас есть, потому что радоваться нечему, но исправим. Первое. Компания Дурстрой, где сейчас я увольняю директора, светофорные комплексы, новые, там, по какой-то безумной цене, все висят на старых опорах, ну, то есть, оно выглядит просто ужасно. Косо, криво, на соплях, ну, то есть, как бы, какой смысл тратить на светофор 300 тысяч, и при этом он повешен под углом, там, в 30 градусов, понятно, да? Второе. Я так буду перескать. То есть, опять же, просьба. Что нужно делать? Тебе, Дима, если что, вот, Елене и прочее. То есть, смотрите, в городе у нас все очень активные товарищи, они что-то фотографируют на мобильный телефон, у себя пишут в фейсбуке, и тегают обязательно «Лысенька» или «Меня». Ну, то есть, это, как бы, наверное, хорошо, но от этого результата никакого. То есть, можно ли сделать, например, мобильное приложение, и поэтому мобильное приложение, разогнать его в группе «Днепр смарт-сит», для того, чтобы в каком-то систематизированном виде, по какому-то алгоритму, жители города могли туда сбрасывать проваленные люки. Это все предоставлено на новом сайте. На новом сайте, да? Да, будь-який гражданин заходить, наводячи свой там какой-то идентификационный элемент, и пишет с фотографией или с описанием, на той улице там нема люка. И фотография, и сразу это попадает в этот центр обслуговывания. В процессе, да? Да, оно все будет повернено. И будет сразу ответ. Сделали, не сделали. Это можно делать? Конечно, да. Приложение, смотрите, есть уже подобная разработка, в которой можно, мы общаемся с ребятами, которые уже готовы к продукту. Единственное, с чем сейчас сталкивается, протестом, в том, что нет реакции. То есть они... Это процесс. Да, это процесс. То есть приложение, это проблема, которая решается очень быстро, как, главное, кто будет отзываться на это приложение. То есть, вот это вот основная проблема. Потому что люди активно не пользуются. И разогнать мы можем это вообще... Ну, есть реакция, и люди хотят там пользоваться. Смотрите, ну, тут же вопрос не в том, что мы создать приложение, в которое все закинут 500 поломанных люков. То есть тут же нужно создать какой-то алгоритм взаимодействия между сигналом и реакцией на этот сигнал. Упот.